Доброе утро! Хочу поделиться с вами вот какими мыслями. Может кому-то пригодится. Я до этого очень долго доходил. Мне пришлось прочитать много книг, побывать на разных тренингах, чтобы до меня дошло. И я сильно нервничал по этому поводу. Что я имею в виду? Потому что на начале моей карьеры в сетевом бизнесе, в самом начале особенно, у меня были такие проблемы. Я пламенно рассказывал. Я со страстью, эмоционально, вдохновенно делился своим опытом, своими результатами от использования продукта. От того, насколько успешный, эффективный и красивый у меня бизнес. Ну, короче говоря, пел как соловей. А люди что-то не очень здорово покупали и подписывались. И однажды я пожаловался своему спонсору, что часами рассказываю, а люди не покупают. И мне последовал такой совет. А ты попробуй у них денег попросить. Попробуй сделать им предложение купить. И заплатить тебе деньги. Неважно, что продукт ты продаешь или бизнес. И потом постепенно, в основном из книжек я понял, что человек, который занимается бизнесом и делает предложение отдельному кандидату или аудитории, выступает перед группой людей и не завершает свое выступление, свою речь призывом к действию, такой предприниматель является дилетантом. Он не понимает самого главного. Он не понимает психологию людей. Он не понимает, как устроено абсолютное большинство людей. Абсолютное большинство людей устроено таким образом. Даже если ты все красиво, правильно расскажешь, но если ты не призовешь их к конкретным действиям, отдать тебе деньги, включиться в бизнес, нажать на эту кнопку, прийти туда-то, сделать то-то, что знай, абсолютное большинство людей, в силу своей инертности, нежелания принимать решения, не в способности брать на себя ответственность, не сделают этого, несмотря на то, что им даже нравится твое предложение. Многие этого очень, многие этого не понимают. Они рассказывают здорово, классно, часами, с цифрами, с фактами, с историями, и не делают конкретное предложение. Некоторые спикеры выступают, проводя презентацию, хорошо подавая материалы и так далее, и так далее, и так далее, и заканчивают свой рассказ на том, что они рассказали. Если ты сделал презентацию, и человек не заинтересовался, и не включился в бизнес, то, возможно, это не тот человек, который тебе нужен. Но если ты сделал презентацию, человек тебя внимательно слушал, не перебивал, ему нравилось, если аудитория воспринимала твой спич на ура, но потом никто не подписывается, значит, виноват ты. Потому что ты не выполнил свою часть работы. Ты посадил, выкопал яму, посадил дерево, и не полил его в конце. Оно засохло, потому что корневая система не зацепилась за эту почву. Ты не выполнил самого главного. Ты рассказываешь о бизнесе, какой это бизнес замечательный, сколько можно заработать денег, что надо для этого сделать, чтобы эти деньги заработали. И теперь ты должен сказать, а, для того, чтобы узнать поподробнее, вот тебе ссылка, зайди туда и посмотри внимательно, и завтра мы с тобой об этом переговорим. Или, для того, чтобы начать этот бизнес, тебе нужно сейчас купить вот этот вот пакет, он стоит столько-то, давай деньги. Или, вот тебе дополнительный материал, изучи все как следует, и завтра мы с тобой встретимся, или послезавтра, или через 2 часа, и тогда продолжим. Или, вопрос, тебе нравится? Да. Давай деньги и начинаем. Уже сегодня под тобой будет 22 человек. Или, если тебе нравится, то давай, действуй. Тебе нужно сделать вот это, вот это и вот это. Доставай свою тетрадь, записывай, что нужно сделать. Или, ты должен прийти завтра туда. Короче, у человека, после того, когда он выслушал ваше предложение, кроме того, что он узнал, каково оно, ему нужно обязательно понять, а что конкретно теперь сделать. Если вы этого не сделали, значит, вы не профессионал, вы просто никто в этом деле. Именно по этой причине большинство людей не подписывается, не покупают. А мы удивляемся. Ну, почему люди такие идиоты, такие ленивые? Да потому что мы так себя ведем. Надо понимать, что большинство людей никогда сами ничего не сделают. Сами решения не примут. Сами на себя ответственность не возьмут. Нужен какой-то со стороны умный, толковый, энергичный, знающий человек, готовый взять часть ответственности за его решение на себя. Это ты, это я, это мы. Они будут ждать пассивно. Да, интересно, здорово, мне очень нравится. Ну ладно, до свидания. И пошел. Куда ты пошел? Стой, друг. Ты должен сделать вот это, вот это и вот это. Без этого я не отпущу тебя, иначе меня назовут лохом. Вот как вы должны вести. Итак, вести себя. Итак, подведем итог. Рассказать человеку о бизнесе или о продукте совершенно недостаточно. Нужно обязательно сделать ему конкретное предложение. Он должен понять, что он должен сейчас сделать. Какой конкретный шаг он должен сделать сейчас, после твоего рассказа. Чтобы получить выгоду и воспользоваться всеми благами от твоего предложения. Если вы этого не делаете, значит все. Итак, меня учили. Попробуй, после того, когда ты рассказал о продукте, попросить у них денег. Да? Удивился я. И это сработает? А ты попробуй. Мне было сложновато сказать, давай деньги. Итак, я рассказываю о продукте, говорю сколько это стоит. И спрашиваю, тебе это интересно? Он говорит, да. Это стоит 40 долларов, давай деньги. Да, прямо сейчас. Ну а когда же? И человек достаёт деньги. Удивительно. Я сам с интересом для себя стал замечать, когда я стал говорить эту фразу, преодолев свой страх, попросить денег. Люди стали покупать и благодарить меня. Как камень с души упал, всем стало легко, мне стало легко, что я начал зарабатывать, помогая людям принять решение. Если ты втюхиваешь дрянь, если ты это осознаёшь, если ты ведёшь их по ложному пути, тогда лучше не открывай рот. Вообще. Но если ты уверен в своём продукте, уверен в своём предложении, если ты делаешь это искренне, от всей души, то ты обязан попросить у них денег. Ну там всякие разные приёмы существуют, которые тоже... Тебе два или три, тебе вот этот или вот этот, выбор без выбора, тебе голубой или зелёный, ты начнёшь сегодня или завтра, ты будешь брать два места или одно место, ты хочешь сразу войти, как следует, или подождать немножко после тренинга, войдёшь. Ну короче говоря, чтобы человек выбирая, он всегда выбрал то, что нужно ему в первую очередь, и то, что нужно тебе. Вот так делается настоящий бизнес. Это крайне важный, крайне важный элемент профессионализма, без знания и без умения использовать и применять, который успеха достичь невозможно. Подведём итог. Вы, когда делаете презентацию или продаёте продукт, в обязательном порядке, в конце должны призвать человека к решению, к принятию решения. Попросить у него денег, потребует убедить его, чтобы он сделал конкретный шаг, чтобы он записал, куда ему завтра прийти надо. Чтобы он точно знал, что надо нажать на эту кнопку, зайти на этот сайт, заплатить сейчас деньги, и тогда у вас пойдёт дело. Я желаю вам удачи. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok